Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о экономике Германии, ее влиянии, влиянии ее политической и экономической стратегии на развитие еврозоны, Европейского Союза и в целом влияния на единую европейскую валюту. Экономика Германии за последнее время показывает более чем достойные результаты. По многим показателям экономическим данная экономическая структура, как ее можно назвать, как часть Европейского Союза, демонстрирует высокие темпы роста, но при этом влияние на европейскую валюту за последнее время, минимум за прошедший месяц, остается достаточно ограниченным. В чем причина данного отсутствия влияния, скажем так, на европейскую валюту, мы рассмотрим чуть позже. Что хочется отметить, что без сомнений Германия является ключевой экономикой Евросоюза, Еврозоны, занимает первое место и в принципе 20% всего европейского ВВП приходится именно на экономику данной страны. Есть у данного государства своя специализация в неком смысле, при всем при этом экономическая развитость в целом самой экономики Германии остается разнонаправленной. По показателям основного роста экономического в плане именно индикатора ВВП, Германия занимает четвертую строчку в мире после Соединенных Штатов, Китая и Японии. Если рассмотреть с точки зрения ВВП на душу населения, данный показатель также впечатляет своим размером, учитывая, что данная страна является одной из наиболее населенных на европейском континенте. И значение ВВП на душу населения стали от более 41 тысячи долларов, в переводе, в пересчете, безусловно, на доллары, на человека. Есть множество стран на европейском континенте, как и в Европейском Союзе, которые намного превышают данный показатель. При всем при этом уровень жизни в Германии ничем не уступает тем странам, где резервисен чуть больший индикатор ВВП на душу населения. При всем при этом общая позиция Германии в мировом данном рейтинге находится на 20-й строчке. О структуре, в первую очередь, самой экономики стоит поговорить, что 69% практически всего ВВП Германии составляет именно сектор услуг. Подобная ситуация, где сектор услуг превышает 60% наблюдается во всех экономически развитых странах и также динамика роста наблюдается в странах, находящихся в активно-экономическом развитии. 25%, практически 26% приходится на сильное производство, сильную индустрию. Одной из наиболее сильных сторон, безусловно, является область машиностроения. И соответствующую позицию можно будет разглядеть, чуть позже мы рассмотрим структуру внешней торговли Германии. За исключением, безусловно, сектора строительства, который также входит во вторичный сектор экономики, в промышленности в целом же общий объем превышает 30% ВВП, если включить сюда и сектор строительства. Агрикультура, сельскохозяйственный сектор находится на одном из наиболее низких уровней в целом в мире. То есть, если взять, брать, безусловно, экономики развитые, с существенной как и долей населения, так и в целом развитых других государств. То есть, не стоит брать в расчет государства, как более мелкие по своему ВВП. Соответственно, размеры сельскохозяйственного сектора там куда более значительны, но лишь в процентном соотношении в сравнении с долей сельскохозяйственного сектора в экономике Германии. Данная структура им не ухудшает позиции, скажем так, экономического благосостояния в Германии. Множество продуктов из данного сектора импортируются из стран, более ориентированных на экспорт пищевой продукции. Рост экономики Германии на данном графике можно его увидеть в сравнении с ростом ВВП Соединенных Штатов. Рост также показывает хорошую динамику ростов в последнее время при всем. При этом рост экономики именно отдельно взятой Германии за последнее время демонстрирует несущественный рост в районе 1% в годовом исчислении, безусловно. В то же время экономика Соединенных Штатов, которая демонстрирует один из наиболее слабых темпов восстановления после предыдущей рецессии, которая наблюдалась в кризисе 2008-2009 года, при всем при этом экономика Соединенных Штатов демонстрирует чуть более высокие значения. В пунктирной линии обозначены темпы роста экономики Соединенных Штатов, которая за последнее время в годовом исчислении демонстрирует рост в районе 2%. Следует обратить внимание на разность так называемых пиков и впадин, да, и снижений темпов роста в двух данных государствах. За одно и то же время, можно заметить на окончании первого тремесла 2016 года, экономика Соединенных Штатов демонстрирует один из наиболее низких темпов роста за период после восстановления после кризиса 2008 года. В то же время, экономика Германии в первом же квартале показывает значение в районе 3%, что является достаточно существенным толчком, импульсом к формированию и ВВП в целом всей еврозоны. За последнее время показатели выравниваются, но экономика Германии все-таки снизилась более существенно, ее темпы роста уменьшились. Но это не исключает вероятности, а точнее того, что данные снижения темпа роста как-то влияют в целом на благосостояние граждан и не представляют риски в целом для дальнейшего развития центральной экономики Евросоюза. Торговый баланс. Данный индикатор достаточно часто попадал в заголовке основных экономических новостей, а именно торговый баланс Германии. Дело в том, что в принципе начиная с 1989 года экономика Германии постоянно каждый год демонстрирует положительный торговый баланс, что представляет собой разницу между экспортами и импортом. И для экспортно-ориентированной экономики, которой является Германия, это безусловно на руку. И в свою очередь сама динамика европейской валюты, которая наблюдается в снижении, начиная особенно с 2014 года, подстегивает рост экспорта и безусловно рост торгового баланса, который непосредственно входит и в формирование роста всего ВП Германии, ну и соответственно Евросоюза. Рекордные значения были продемонстрированы и за последние месяцы, достижение рекордных значений, то есть в начале года было превышено и за последнее время. Данные на графике показываются в миллионах евро, то есть значение более 25-26 миллиардов евро. Торговая баланса была зарегистрирована в конце 2016 года, не показано на данном графике. Но в целом основная динамика после выхода из кризиса 2009 года более чем положительна и сохраняется на достаточно высоких показаниях по отношению к всему ВВП. Состав и направление основного экспорта. Стоит обратить внимание, что именно сектор машинного производства составляет практически 3-23% от всего экспорта. 12% из всего экспорта, то есть половина из данной группы, представляет собой непосредственно машиностроение, то есть готовая продукция именно как автомобили, грузовые, легковые, разная специализированная техника, именно машиностроение. Остальная часть приходится уже на производство и в данном случае экспорт запасных частей, непосредственно относящихся к транспортной сфере. 27% ВВП сформировано производством оборудования, то есть сюда входит оборудование как высокотехнологичное, высокотехнологичное, от компьютеров, медицинского оборудования, точных приборов, авиационной техники и так далее. Все это также формирует существенную долю и можно сказать, что два данных сектора, хоть и части взаимосвязаны, но при этом составляет половину от всего экспорта из Германии. 13% приходится на продукцию химической отрасли, и сюда же входит и фармацевтика, составляющая около 9%. Производство также металлов отдельно, то есть переработанной металлической продукцией из сырья непосредственно около 8%, и более мелкие доли экспорта приходится уже на остальные группы, даже 2,2% приходится на энергетический сектор, именно на экспорт переработанных нефтяных продуктов, бензина, дизельного топлива и так далее. То есть экспорта как таковой сырой нефти из Германии нет, являясь одним из наибольших потребителей нефти в Европе из-за масштабов, безусловно, самой экономики. Поэтому экспортируется лишь отчасти в виде переработанной продукции. Основные направления, большую часть, безусловно, всего экспорта европейского, он остается на территории европейского континента. То есть ближайшие соседи являются теми самыми бенефициарными немецкой продукции. 8,5% наибольшая часть уходит в соседнюю Францию, также в Великобританию, более 7% в Италии. Следующая экономика по размеру из Евросоюза. И более мелкие уже доли непосредственно распределяются между остальными странами, входящих в европейский экономический блок. Азиатский регион также существенную долю имеет, но при этом не сравнивается с той специализацией, которая находится именно на европейском континенте. То есть в других странах, даже тот же Китай, доля экспорта Китая в азиатском регионе куда меньше, то есть из всего экспорта куда меньше, чем у той же Германии. То есть специализация между соседними странами, специализация на производстве и экспорте одного и того же типа продукции, соответственно, находится на достаточно высоком уровне. Соединенные Штаты и Северная Америка представляют меньшую долю, около 12%, и Южная и Северная Америка не столь активно закупают продукцию немецких производителей. С импортом ситуация несколько иная, то есть при всем при этом импорт как машин достаточно меньше, то есть являясь в основном производителем и экспортером данного типа промышленной продукции Германии по меньшей мере импортируют как автомобили, так и запасные части для производства, то есть компоненты для производства автомобильной техники. 25% в плане оборудования сюда входят и начиная от высоких технологий, компьютеров, также техники, производимые в целом на европейском континенте. Это хорошо заметно на диаграмме именно распределения стран по импорту. Существенная доля, хотя в экспорте превалировало именно направление французское, здесь же 10% импорта приходят из соседних Нидерланд, 7,5% из Франции и по меньшей, меньшей части, но примерно одинаковая доля, что экспорта, то импорта, что можно заменить по той же Италии, Австрии, приходится на примерно одинаковые доли между экспортом и импортом. Это говорит о той самой экономической специализации, где производство одних, примерно один и тот же объем экспорта и импорта находится между данными странами. Это очень позитивная экономическая структура, которая позволяет сохранять, скажем так, единые темпы роста во всех экономиках, безусловно, при этом изменения так или иначе темпов роста в разных экономиках существует. Но структура, столь взаимосвязанная, предотвращает появление глубоких кризисов, и, как можно было заметить на графике роста ВВП тех же Соединенных Штатов и Германии, Германия достаточно быстро оправилась от негативного эффекта, который оказал кризис 2008-2009 года. Более активное восстановление наблюдалось, нежели в Соединенных Штатах. Доля азиатского региона, она чуть меньше, чем в плане экспорта, и, безусловно, превалирует производство из-за Китая, то есть здесь можно наблюдать примерно равенство между экспортом и импортом в данную страну, но при этом доля экспорта в общий объем экспорта, который на 2014 год составил более 1,4 триллиона евро, составил около 7%, но импорта меньше был, и, соответственно, чуть большая доля в общем объеме, в переводе в денежные эквиваленты, остается примерно на том же уровне. Азиатский регион в целом немного меньше, и импорт из Соединенных Штатов находится еще на более низком значении. Говоря о столь важном для экономического роста показателе, как инфляции и инфляционное настроение, для Германии, в отличие от еврозоны, можно наблюдать, если брать всю инфляцию в экономике, то есть существенные темпы падения после восстановления в течение 2010-2012 годов, и после уже, начиная особенно с 2014 года, существенное падение значений инфляции, то есть роста цен с 1,5% до негативного значения на окончании 2014-2015 годов. Данная ситуация сохранялась, в принципе, до середины 2016 года, и уже после наблюдался активный рост цен, который по последним значениям приближается к 1,9% и приближается к ключевому значению в 2%, столь важному для поддержания темпов экономического роста. Но для того же европейского регулятора ЕЦБ важно, чтобы в целом, хотя и в целом в еврозоне, именно базовая инфляция, которая расположена, которую можно видеть здесь на нижнем графике, была на уровне 2%. Базовая инфляция, в отличие от общей инфляции, не включает в себя волатильные группы продуктов, такие как пищевую промышленность и, соответственно, нефтяной сектор. То есть, в двух данных групп продуктов наблюдается в течение года и отчасти от сезонных факторов, отчасти от экономической структуры, именно конъюнктуры на рынке нефти, наблюдается наибольшая волатильность. И она не отражает, на самом деле, ту динамику роста цен, которая в целом находится в экономике. И для основных исследований, для основных заключений финансовых регуляторов, именно базовая инфляция, она является основной для принятия решений о изменении процентной ставки. Здесь же, посмотрев за тот же период, начиная с 2012 года, за 5 лет, динамика изменения инфляции находилась в положительной зоне, то есть до нулевой отметки. Она так и не опускалась. Среднее значение оставляло около 1,4%. И лишь за последний месяц ускорением и общей инфляции, которая отчасти пусть была и спровоцирована ростом нефти, которое случилось с окончания ноября, то есть в течение прошлых, прошедших трех месяцев, когда котировки нефти с 45 долларов в той же марке WTI выросли до 54. Существенный более чем 20% рост для общей инфляции оказал позитивное воздействие. При этом и в целом базовая инфляция в Германии выросла до почтительного значения в 1,7%. И поддержание все усилия финансовых регуляторов будут направлены на сохранение данной динамики и достижение целевого значения в 2%. Ситуация с немецким золотом и именно с резервами, золотными резервами, является достаточно интересной. За прошедшие 10 лет у большинства стран, за редким исключением развитых стран, которые могут себе позволить приобретать или производить в свою очередь золото, наблюдалось за динамикой либо стабильности, так или иначе, либо покупки. Особенно это актуально было в 2010-2011 годах, когда котировки золота превысили 1000 и достигли чуть ли не 2000 долларов за короткий период. В то же время для резервов и золотых резервов Германии данная динамика оказалась нисходящей. И хотя в процентном соотношении снижение было достаточно несущественно, то есть на 50 тонн из имеющихся более чем 3 300 тонн в распоряжении Германии, при всем при этом определенная динамика снижения наблюдается. И она достаточно постоянна в этом плане. Здесь стоит отметить тот факт, что за последние 3 года, начиная с 2013 года, с февраля, наблюдается целенаправленный возврат золотых резервов из Соединенных Штатов, где находится большая часть резервов за границей. То есть большая часть из данных 3 с лишних тысяч тонн золотого резерва находится на территории Германии. Но определенная часть была вывезена еще в советское время, то есть после окончания Второй мировой войны. И более 600 тонн, 640 тонн остались в резервах Соединенных Штатов. Также около 100 тонн осталось, но примерно 200 тонн золота также находилось в хранилищах во Франции, в Париже. Динамика возвращения существует, то есть за последний год был отмечен на возврат 300 тонн немецкого золота из Нью-Йоркского хранилища Федеральной резервной системы. Также остается за границей оставшиеся 100 тонн в Париже. Общая данная динамика, она сохраняется, то есть небольшого падения. При всем при этом это никак не влияет на экономический развитие, который стабильно остается для данной экономики. Говоря о потоках капитала в Германию, из нее общий баланс данного счета капитала находится на положительной отметке. В данном графике можно заметить изменения, исчисляемые в миллионах евро. Положительное значение данного счета, счета капитала, свидетельствует о том, что инвесторы все еще, несмотря на определенные загвоздки в росте именно реального ВВП, то есть за последнее время, хотя рост стабилен, но он намного меньше, чем тот же показатель до кризиса 2008 года. При всем при этом направление инвестиций, как немецкая экономика, остается достаточно привлекательным. И в свою очередь счет капитала показывает, что вливание в экономику Германии намного превышает, за исключением некоторых лишь месяцев, много превышает отток капитала или инвестицию за границу. И это достаточно позитивный индикатор, что в свою очередь повышает привлекательность для дальнейших инвестиций. Значение именно долга, частного долга по отношению к ВВП в Германии, оно куда более приемлемое, ну, все равно остается на высоком значении, но в сравнении с тем же показателем задолженности частного сектора. В Соединенных Штатах данная статистика в обеих странах, начиная с 2009 года, показывает темпы снижения. Если в Германии оно составляло на кризис на 2009 год около 166%, то последние данные показывают изменение данной статистики до значения около 150% по отношению к ВВП. Именно частный сектор не публичный, не публичного сектора, то есть не задолженность государства. Схожая же динамика наблюдается и в Соединенных Штатах, отмеченной пунктирной линией, но задолженность частного сектора перед первой экономикой мира, то есть по отношению к ВВП, Соединенных Штатов, намного и намного выше. Что говорит о большей экономической стабильности в плане при появлении экономических финансовых кризисов, большая устойчивость Германии, нежели Соединенных Штатов. Отношение бюджета к ВВП Германии за последние 3 года после существенного обрушения в посткризисные годы и восстановления. С 2014 года демонстрируется превышение бюджета, то есть профицит бюджета, который составляет на окончании 2016 года 0,6%. Существенно и положительное значение говорит о хорошей стабильности. Но здесь стоит отметить, что это произошло именно несмотря на вот данную статистику. Статистику запросов, первичных запросов на предоставление убежища. Как известно, в 2015-2016 особенно год выдался пик миграции в Европейский Союз. Большая часть, конечно же, были выходцы из-за Сирии, из-за конфликта, который там продолжается уже достаточно долгое время. И пик выдался на середину 2016 года с заявками более чем 90 тысяч в месяц. А первичные заявки дальше пошли на спад, именно первичных, то есть те, которые первый раз падаются. Отклоненные здесь не учитываются. Все это непосредственным образом сказалось на бюджете, бюджете Германии и на налогоплательщиках. То есть их бремя, скажем так, бремя вот данного феномена миграционного ложится именно на плечи немецких налогоплательщиков. И при всем при этом за последние 4 года, за последние 3 года, начиная с 2014 года, когда было продемонстрировано положительное значение профицита, то есть был зарислен профицит бюджета. И его профицит стоял около от 3 до 0,7% за эти 3 года. То есть увеличение количества беженцев не сказалось на изменение бюджета Германии, что говорит о стабильном также росте и притоке средств в бюджет в немецкую казну. Еще одним интересным фактором, который отличает именно экономику Германии от прочих развитых, является ситуация с безработицей. То есть можно заметить сверху общий уровень безработицы за последние 10 лет, с 7 по текущее время. И соответственно ту же безработицу, но среди молодежи. То есть от 16 до 25 лет. В большинстве страны, и здесь Германия, не исключение, размер безработицы среди молодежи находится на достаточно высоком уровне, но за последнее время значение чуть больше 6%. Потому что 10 лет назад значение было в принципе в 2 раза больше. С общей безработицы Германии также ситуация более чем интересная. Несмотря на кризисный 2008 год, повышение инфляции, повышение безработицы с уровня около 7,3% до 8% более чем несущественно при общем падении размера ВВП. И начиная с того же 2009 года наблюдается планомерное снижение безработицы до практически рекордных значений за последние 10 лет, в 3,9%. Это говорит о том, что экономика Германии работает в принципе на максимуме своих экономических возможностей. И, скажем так, звание локомотива экономики Еврозоны подтверждается как минимум данной статистикой. Еще один феноменальный пример, связанный с рынком занятости, является изменение среднего уровня заработных плат в течение месяца. То есть данные показаны в евро за месяц. И несмотря на кризис 2008 года, каких-то лишь существенных кардинальных снижений в зарплате немцев не последовало. И рост с 2007 года составлял 3000 евро, несмотря даже на падение с высокого значения по отношению к доллару, которая достигла 1,6% к американскому евро, к доллару. Динамика роста зарплат существенная и за 10 лет, но в принципе продемонстрировала увеличение на в целом 20%, что более чем достойный результат. И феноменально именно то, что скачков даже из-за рецессии 2008-2009 года не наблюдается. Да, и здесь стоит добавить, что за последнее время также плавно повышается размер минимальной заработной платы. В Германии установлены законодательно на уровне примерно 9 евро. 8,84 евро за час. Показания выше, чем в тех же Соединенных Штатах. Если же говорить о том, что если Германия показывает столь существенные показания рост, показания экономических индикаторов, находятся в большинстве случаев на максимальных или на высоких значениях, что же именно позволяет проседать котировкам евро? И здесь стоит обратить внимание именно на геополитический фактор. Именно он толкает котировки евро в последнее время вниз. Здесь прослеживаются параллели с той же Великобританией, где фонд просил с 2015 года до октября с 1,7 по отношению к доллару до 1,2. И особенно в последнее время, если для экономики Великобритании это было связано с Brexit, то для экономики Европы это связано с будущим всего экономического союза, так как две данные представительницы. Ну, если Ангела Меркель власти, то Марин Лепен именно как кандидата, кандидата в президенты Франции от крайней правой партии. И, безусловно, Лепен является стройницей выхода из европейской зоны, из еврозоны, зоны евро. Данный конфликт, он еще не проявил себя, безусловно, но всем основным участникам рынка, основным инвесторам понятно, что в случае, если произойдет та самая победа Марин Лепен во втором туре президентских выборов, это окажет более чем разрушительное влияние на котировки европейской валюты и по отношению к доллару. Именно в том случае можно будет увидеть паритет в перспективе до окончания текущего года. Пророчат многие аналитики политические, пророчат победу Лепен в первом туре выборов, но для второго тура нужно будет набрать более 50% голосов. 50% для представителя достаточно радикальной партии, то есть правого толка, маловероятно, что будет поддержка столь большого количества, столь большой части французского электората. Здесь же более вероятно, что из остальных более умеренных кандидатов большая часть уйдет тому сопернику Лепен во втором туре. При всем при этом повышение популярности, которое наблюдается за последние нескольких недель, именно популярность Лепена приводит рынки в некую нервозность. И падение котировок евро не останавливает и достаточно высокая статистика и в той же Германии, когда рост ВВП за квартал, четвертый квартал 2016 года был на 0,4%, и данная статистика при том, что за третий квартал был лишь 0,1%, и статистика улучшения климата, инвестиционного климата и делового климата в Германии, которая также показывает более чем высокие значения за последние месяцы, которая и была опубликована в течение предыдущих недель, никак позитивным образом не повлияла существенно на котировки европейской валюты. И именно геополитический фактор будет основным драйвером рынка в ближайшие 3 месяца наверняка. И если говорить о инвестициях и непосредственно европейской валюты, здесь расположен график европейской валюты по отношению к японской иене, именно данная котировка является наиболее перспективной для заключения долгосрочных сделок, в данном случае на продажу. Причиной этого является то, что помимо самого ослабления европейской валюты, что она особенно активно началась в сентябре 2014 года, по сей день наблюдается четкая нисходящая динамика на данном рынке. Но при всем при этом, так как в паре с евро здесь находится японская иена, которая традиционно является активным убежищем для инвесторов, и именно в времена любой, как экономической, так и политической неопределенности, динамика укрепления японской иены из-за, как минимум, геополитической нестабильности в Европе, и сама же проседающая под своим весом европейская валюта, также из-за той же ситуации во Франции, оба данных эффекта будут иметь непосредственно ускорение, будут придавать ускорение падению данным котировкам, и падение со значения текущих в 119 иен за 1 евро может в перспективе ближайших трех месяцев данных, этот график показывает недельные изменения, в перспективе данных трех месяцев может достичь существенной поддержки именно у значения 110 и 90, то есть падение еще более чем на 800 пунктов, более чем вероятно, и именно заключение позиций по европейской валюте фундаментально больше всего, более всего обосновано именно по данной валютной паре. Это все, чем я хотел поделиться своими мыслями по данной тематике, как можно заметить, экономика Германии по множеству индикаторов показывает более чем хорошую статистику, несмотря на те вызовы, которые бросаются на Европейский Союз и на Германию непосредственно после того, что Brexit перед выборами в первую очередь в этом году во Франции также будут выборы и в Германии чуть позже, в сентябре 2018 году будут выборы в Италии. Все эти факторы оказывают давление на европейскую валюту из-за того, что нагнетаются именно те настроения выхода из европейской зоны по причине прихода иных сил политических, не тех, которые поддерживали европейскую валюту, и все это негативным образом сказывается на европейской валюте, что лишь выгодно для экономики Германии, именно благодаря тому самому падению 2014 года были продемонстрированы те самые феноменальные темпы роста торгового баланса до рекордных значений в последние месяцы. Поэтому отчасти, хотя европейская валюта страдает под геополитическими рисками и давлениями, соответственно, но экономика Германии от этого лишь выиграет.